Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на музыкально-просветительской программе «Культурное наследие России. Музыка, икона, слова». Россия – это страна великой и богатейшей культуры. Сокровищница имен выдающихся деятелей русской культуры поражает размахом и разнообразием. Становится понятна необходимость насыщать себя качественной музыкой, чаще прикасаться к шедеврам мирового искусства и литературы. Музыка, икона и слово как мощные инструменты воздействия дают человеку возможность развиваться в процессе познания. Сегодня мы познакомим вас с историей и содержанием основных этапов культуры нашей страны. Будьте уверены, что по завершении программы у каждого из вас появится желание лучше узнать культуру родной отчистки. Мы начинаем нашу программу, давайте перенесемся на тысячу лет назад. 29 января 2024 года в Самарском академическом театре оперы и балета имени Дмитрия Шестаковича состоялся показ просветительской программы «Культурное наследие России. Музыка, икона, слово». Эта программа родилась в Сызране при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Проект направлен на укрепление православной идентичности человека, прославление духовно-нравственных ценностей, приобщение к культурному наследию России. Его уникальность заключается в том, что на одной концертной площадке в сценической форме сочетаются культурные и просветительские жанры – музыка, слово, изображения, которые запоминаются зрителям и помогают им окунуться в историю своей страны. В 2023 году коллективу Сызранской епархии пришла идея создать музыкально-просветительскую программу, в которой мы сможем отобразить великолепие и величину нашей отечественной культуры. По благословению нашего правящего архиерея, Преосвященшего Леонтия, епископа Сызранского и Шигонского, мы приняли участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив и выиграли его. И в течение 2023-2024 годов мы 8 раз показывали нашу программу в разных городах Самарской области, в том числе в Сызране, Тольятти, Самаре. Профессиональное сообщество высоко оценило качество нашей программы, но очень понравилось зрителям. И мы решили принимать участие в следующем грантовом конкурсе и подать заявку, чтобы показать нашу программу не только в Самарской области, но и в других городах России. И даст Бог, с Божьей помощью у нас это получится. Когда коллеги из Сызране познакомили меня с самой идеей проекта, она мне показалась не просто интересной, не просто своевременной, а вот это такое ощущение было из разряда, ну, это же настолько очевидно, что это важно, что это интересно, что это как раз вот именно так надо делать, что ощущение было примерно, ну, как же я, так сказать, до этого давно уже не додумался. То есть это очень такая интересная идея. И мне кажется, вот просветительские мероприятия, несущие, причем такой, при всем при этом миссионерский такой заряд очень сильный, они очень нужны, очень важны. Эта миссия через красоту, через приобщение к основам, к азам нашей отечественной культуры, тысячелетней православной культуры, которая выявляла, скажем так, специфику воспринятия христианства именно нашему народу, народами нашей огромной Родины. И показать это через литературную традицию, через какие-то образцы письменности средневековой, нового времени, показать это через развитие ключевых этапов иконографии отечественной, через лучшие образцы отечественной иконы. Ну и, конечно, наша удивительная музыкальная традиция, которая действительно даже на фоне мировой музыкальной православной традиции, там, греческой и других, она выглядит совершенно по-особенному. И показать и это древнее пение, средневековое пение, там, раннее многоголосие, композиторские переложения знаменитых, действительно, духовных композиторов нашего 18-го и 19-го века, вот объединить все это в таком культурно-просветительском событии, мне показалось вот крайне своевременным, крайне актуальным, просветительским, таким педагогическим, скажем так, моментом, поскольку приобщение к нашей истории, вот именно так, через красоту, через искусство, оно, ну, мне кажется, наиболее доходчивым является, чем через просто какой-то, пусть даже очень насыщенный, интересный, но несколько однообразный лекционный материал. Поэтому идея действительно просто великолепная, реализована она, как мне показалось, очень здорово. Отзывы, реакция, то, какие глаза мы видели у слушателей, у зрителей, только подтверждают наши, скажем так, соображения на эту тему. Настолько глубока эта программа и настолько она, скажу такое слово, своевременна именно сейчас. Она важна именно сейчас для всех и для молодежи, наверное, в первую очередь. Потому что мы сейчас стоим на пороге таких событий в нашей стране и вообще во всем мире. И поэтому наше возвращение к корням, это настолько важно и глубоко, что, наверное, важнее всего этого, наверное, ну, просто сейчас нет. Дай Бог слепца в глаза вернуть и спиды выпрямить Карпатова. Дай Бог, быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог, не вляпаться во власти, не геройствовать под ложью и быть богатым, но не красть. Конечно, если так возможно. Дай Бог, поменьше рваных ран, когда идёт большая драка. Дай Бог, побольше разных стран, не потеряв своей однако. Дай Бог, не вляпаться во власти, не вляпаться во власти. Сгибаемся у Бога, чтобы не увериться во всём. Дай Бог, ну, хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего и сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог, дай Бог, ну, лишь того, за что потом станет стыдно. Моя задача была помочь. То есть, собственно говоря, я не являюсь автором целиком текста, который озвучивает ведущий. Просто скорее консультант. Как мне казалось, какие лучше моменты всё-таки упомянуть, какие-то, может быть, второстепенные вещи, просто их нельзя вместить в столь краткое время, мы их отсеивали. Так, чтобы сложилось, ну, более или менее логичное, внутреннее, по возможности, непротиворечивое повествование об этом историческом фоне, на котором, на этом фоне мы более выпукло могли бы показать, собственно говоря, изменения, происходившие и в иконописании, то есть, да, в появлении, там, каких-то светских, живописных моментов, связь, преемственность между древней иконой, между парсуной, между, там, да, какими-то уже новыми веяниями, и в музыке такие же, скажем так, изменения. И чтобы вот этот исторический фон, он давал пищу для размышлений и давал возможность человеку, собственно говоря, сделать определенные выводы, почему именно в такие отрезки времени, в такие периоды изменения в музыке, в иконе, в литературе происходили именно такие, да, то есть, как на это всё повлияла, собственно говоря, история государства российского. Вот таким, скажем так, историческим консультантом я в этом проекте и выступил. Этот проект, замысленный нашими друзьями из Сызранской епархии, показался очень интересным, когда к нам обратились за консультацией. И я и отец Максим, мы откликнулись, потому что увидели, что у этого проекта есть интересное развитие и будущее. Потому что посмотреть действительно на культуру Руси, как она вообще выстраивалась, как Русь становилась Россией через слово, через образ, через музыку, это просто действительно какая-то удивительная такая история, которая, с одной стороны, кажется, что лежит на поверхности, вот взять и сделать такую просветительскую программу. Но никто до этого не делал. А как раз вот наши друзья-сызранцы, они очень здорово это придумали. А главное, что у них есть очень хорошие для этого материалы, база, потому что этот прекрасный хор, хоть и любительский, но очень искренний, очень профессионально, с профессиональным регентом работающий. И подбор идей, вот как двигаться, потому что просто икона, ну много разных икон можно было бы выбрать, и было бы тоже, наверное, хорошо, но мы как раз предложили такую идею, как раз вот связанную с образами Божьей Матери, да, и Владимирской, и Казанский образ, чтобы они прозвучали, чтобы эти идеи во времени были так вот, ну как некие такие опорные точки. И мне кажется, что это очень хорошо получилось. То есть вот эта часть была, так скажем, ну я должна была их проконсультировать, и по мере сил я постаралась. Есть, конечно, какие-то вещи, которые уже посмотрев, хочется поправить, дополнить, еще улучшить. Но мне кажется, это как раз и хорошо, когда есть, возникает желание дальше продолжить с этим проектом творчески работать. Помимо областной столицы, эта культурно-просветительская программа была показана уже во многих городах Самарской области – Сызрани, Октябрьский, Чапаевский, Жигулевский, Тольятти. А 26 января 2024 года состоялся ее показ и в Москве. По приглашению в Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, участники проекта смогли выступить в Храме Христа Спасителя в рамках 32-х международных рождественских чтений. Камерному хору Сызранской епархии «Авас» в этом году исполняется 7 лет. В составе хора священнослужители, регенты, певчи, работники культуры, образования и студенты местного колледжа искусств. Наш хор является многократным лауреатом международных и всероссийских хоровых конкурсов и фестивалей. Репертуар хора разнообразен. Исполняется не только классическая богослужебная музыка, но и сочинения современных композиторов. У хора активная концертная жизнь. Миссия хора – духовно-просветительская деятельность. 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 Великой Зарейна Хотелось бы сердечно поблагодарить организаторов данного музыкально-просветительского мероприятия за такой удивительный, наглядный экскурс в историю, за такие замечательные сведения о православной культуре, литературе, музыке, изобразительном искусстве нашей родной страны. Такие мероприятия крайне важны и актуальны, особенно в наши дни. Спасибо огромное за великолепную программу. Честно говоря, она стала такой приятной неожиданностью в этот январский вечер. Я думаю, что эта программа очень будет полезна не только молодежи, но и людям разного возраста, потому что благодаря этой программе можно лучше узнать нашу историю, культуру. Я хочу пожелать всем создателям этого проекта продолжать его развивать, потому что такие культурные инициативы очень полезны и нужны людям, обществу. Я хочу отдельное спасибо сказать хору, потому что у него очень большая, замечательная культура пения. И меня порадовало, в какой форме все это доносится. Именно эта программа сделана так, что затрагивается и ум, и сердце, и слух. Просто ангельское пение совершенное. Великолепное чтение и духовных произведений, и художественного слова. Великолепная игра. Про голоса я вообще просто молчу. Так что я хочу поблагодарить строителей всего этого действа, и, конечно же, тех, кто создавал эту программу. Низкий им поклон от всех нас за то, что они доставили нам сердечную глубокую радость. Благодарю вас. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok